Всем привет! Сегодня у нас интересное будет видео Cobian Backup программа для создания резервных копий. Наверняка на вашем компьютере имеются файлы, потеря которых для вас будет очень большой утратой. У меня есть один такой текстовый файл, в котором записи пополняются каждый день. Его утрата для меня будет очень болезненной, поэтому на моем компьютере установлена программа Cobian Backup, которая сама запускается в определенное время и переносит копию этого файла на другой жесткий диск, то есть создается резервная копия. Таким образом у меня всегда есть дубликат этого файла. Конечно в любой операционной системе Windows имеется своя утилита для создания резервных копий, но я предпочитаю делать это именно в этой программе. Почему именно? Вы сейчас сами поймете. Думаю вам тоже она понравится. А самый главный плюс этой программы это ее бесплатность. Возможности программы Cobian Backup. Программа может в ручном режиме или автоматически, ежедневно или ежемесячно, это уж как вы сами зададите, создавать резервную копию файлов, папок, баз данных 1С и других баз данных, какие вам только понадобятся. Резервные копии можно оставлять в первоначальном виде или для экономии места архивировать в zip-архив. Файлы можно переписывать новым файлом или создавать отдельные копии в заданном количестве. Резервную копию можно зашифровать. Резервную копию можно создавать на другом жестком диске, на внешнем жестком диске, на флешке, на карте памяти, на другом компьютере в локальной сети или на удаленном сервере через интернет. Для создания резервных копий на удаленном сервере имеется полная поддержка протокола FTP. Итак, о программе. Автор программы – Льюис Кобиан. В честь него и названа эта программа. Главная функция программы – создание резервных копий компьютерных файлов. Лицензия, как уже говорилось, в Shareware бесплатная. Официальный сайт. Есть у этой программы, я вам сейчас его покажу. Вот это официальный сайт. Присутствует русский язык. Операционные системы поддерживаются практически все Windows. Начиная с Windows NT 2000, XP 2003 и пошло Vista 2008, 7, 8 и 10. Объем дистрибутива маленький довольно-таки, 14,8 мегабайт. Последняя версия программы – 11. Вот такой непритязательный сайтик. Конечно, он на английском языке, просто у меня настроен на так, браузер, что он сразу переводит. И вот есть у нас сразу 11 версия, 10, 9, 8, 7. Какая, как говорится, нравится, то и выбираем. Ну, давайте выберем 11. Жмем и у нас сразу скачивается файл. Все, файл скачался. Такой файлик. Можем запустить установку. Устанавливаем. Давайте жмем дважды левой кнопкой мыши по этому файлу. Вот, пошла у нас установка. В первом окне нам надо выбрать язык. Вот здесь вот слева. Видите, написано English. Но нам лучше выбрать, конечно, русский. Дальше. Жмем далее. Здесь ставим галочку «Я принимаю условия». Кстати, программы не устанавливают никаких дополнительных программ. Так что насчет этого можете не бояться, ничего дополнительного у вас не нужного не появится. Итак, жмем далее. Здесь тоже ничего не меняем. Жмем далее. Здесь мы должны немножко изменить. Если у вас компьютер домашний, то лучше установить вот это приложение «Автозапуск» у всех пользователей. Если вы установите службу, то там уже лучше, конечно, чтобы там программист разбирался, потому что вы можете не понять, что там нужно настраивать. А если вы программист, то вам мои объяснения тем более даже и не нужны. Так, теперь опять жмем кнопку «Далее» и жмем «Установить». Установка происходит довольно-таки быстро. Все. И жмем кнопку «Готово». Теперь нам необходимо запустить программу. Как это сделать? Это можно сделать через меню «Пуск». В любой Windows через меню «Пуск». Вот видите, здесь у меня в десятке Windows 10. Сразу появляется файл вот здесь на самом верху. Здесь не смотрите, что было удаление, потому что уже устанавливалась эта программа. Теперь устанавливаю для вас, чтобы показать. Так, или можно через трей. Трей – это у нас вот здесь. Либо открывается вот этой галочкой, где находятся часы, звук, микрофон. Вот это все у нас. Вот это трей. Открываем галочкой. И вот такой значок. Вот этот значок можно кликнуть дважды или кликнуть правой кнопкой и выбрать «Открыть». Это как вам нравится. Или просто дважды по нему кликнуть. Все, открылось вот такое окно. Окно это нам нужно для настроек. Да, лучше сначала давайте пробежимся по настройкам. Вот есть такая шестеренка, кнопка «Шестеренка». Давайте откроем ее. Вот у нас открылись настройки, в которых мы можем посмотреть все наши настройки. Что здесь можно изменить. В принципе, здесь менять практически ничего и не нужно. Единственное, что если у вас ноутбук, то в настройках программа, вот здесь есть дополнительные настройки. Если у вас ноутбук, то здесь лучше поставить «Не выполнять задания при работе от батарей». Ну и вообще-то для всех компьютеров можно поставить вот здесь низкий приоритет. Но в этом случае будет необходим перезапуск. Низкий приоритет это лучше установить. Если у вас все-таки немножко слабенький компьютер, тогда это можно установить. Но я не буду. Достаточно то, что тут, значит, если у вас ноутбук, то ставите это. Потом жмете «Все принять» и все. Остальные настройки не трогайте. Они вам не нужны. Дальше. Теперь мы создаем резервную копию. Как ее создать? Для этого нам нужно создать задание. Жмем на вот эту кнопку с плюсиком. У нас открылось вот такое окно сразу на вкладке «Общие». И здесь нам нужно дать имя задания. Имя задания давайте дадим просто «Проба». Пока «Проба». Дальше. Группа. Если у вас будет много заданий, разные файлы находятся в разных каталогах, поэтому тут одним не отделаешься. Одним заданием будет их несколько. Но если у вас они выполняют одну и ту же задачу, допустим, фото только, значит, копируют или, допустим, только документы там или что, или вы собираетесь делать отдельно документы, отдельно фотографии, тогда вам нужно будет создать еще и группу. Вы просто нажмете «Добавить группу» и вот здесь уже напишите. Либо это у вас фотографии, либо это документы, либо что-то еще. Чтобы они были у вас в определенной группе, все эти задания, которые будут однотипные. Остальное здесь ничего менять не нужно. Тип копирования я оставляю полный, но пробежаться можно по всем настройкам. Я вам объясню, что здесь они обозначают. Итак, основные настройки. Выполнять задания. Это значит, какую-то группу в любой момент вы можете отключить. Допустим, вам какая-то группа уже больше не нужна или в определенное время какое-то не надо делать копии, вы можете отключить. Дальше. Копировать под каталоги. Копировать под каталоги. Это если вы выбираете какую-то папку, а в ней находится еще папка, в ней еще какие-то папки. Ставите, значит, стоит галочка, будут копироваться все эти под каталоги. Если вам это не нужно, то снимайте галочку и будет копироваться либо один файл, либо папка, а в ней только файлы, но не папки другие. Дальше. Делать отдельные копии с временными отчетами. Это если галочка установлена, то каждый раз будет создаваться временная пронумерованная копия. Если эту функцию включить, то резервная копия будет создаваться в одном экземпляре. Использовать архивный атрибут. Это когда атрибут установлен, значит, что файл был изменен со временем проведения последнего резервного копирования. Использовать теневое копирование. Это функция скрытого копирования. То есть не запускается никакое окно, вы можете работать с какой-нибудь программой. Весь процесс пройдет скрытым от ваших глаз. Вы даже и не заметите, как он прошел. Тип копирования. Итак, вот полный, значит, это копирует все файлы, которые вы укажете. Каталог, подкаталог, там все разностные. Это копирует изменившиеся файлы. То есть не перезаписывает все, а только с точки зрения разницы с момента копирования. Вот, допустим, это вот если вы создали папку, в ней вот у вас какие-то файлы. Вы можете поставить разностные. Если вам не надо, чтобы каждый раз все это копировалось, а вы создали новый файл, он там появился, он этот файл просто добавит в ваш уже готовый каталог. Это тоже очень удобно, потому что меньше тратится времени, меньше диск будет работать. Добавочный. Копирует изменившиеся файлы. То есть не перезаписывает все, а только с точки зрения разницы с момента последнего копирования. Это тоже самое практически. Тоже удобная функция. Если хотите, можете поставить ее. Если вот у вас полный, лучше ставить тогда, когда у вас один файл, который я вам покажу. Это один файл, допустим, вот вордовский. Вы что-то в нем меняете, каждый раз добавляете что-то, вы не можете этот файл разбить так, чтобы вам что-то там, чтобы добавлялось, не добавлялось. Он единственный файл, поэтому лучше делать полный. И последний у нас фиктивный. Для выполнения дополнительных действий. Это во время того, как уже у вас задание создано, вы можете в любой момент открыть это задание и добавить что-то дополнительное, что вам нужно будет еще делать. Дальше переходим на вкладку файлы. Здесь что мы делаем? Вот здесь есть кнопка добавить, источники. Это значит, что нам надо добавить файлы или каталоги, которые мы хотим, чтобы архивировать. Давайте откроем файлы, допустим. Ну вот я далеко ходить не буду, вот, допустим, у меня этот файл. Пусть он его сохраняет. И добавить нужно, куда будет сохраняться этот файл. Я добавляю каталог, открываю, здесь я компьютер и выбираю, вот, допустим, диск отдельный. Кстати, хочу сразу сказать, никогда не сохраняйте все свои копии, бэкапы на диске, на котором установлена система. Если полетит система, эти все ваши бэкапы пропадут. Поэтому лучше создать отдельный, добавить диск или создать, разделить этот жесткий диск на несколько дисков и делать копии туда. О том, как это делается, у меня даже где-то есть видео, как можно разбить жесткий диск, каким образом. Все, значит, мы открыли то, что нам нужно. Я перехожу на жесткий диск графика. И здесь у меня есть папка «Мои фотографии». Вот сюда я и буду. Если вам нужна другая папка, вы можете нажать «Создать папку», создать ее и потом указать ее. Все. Дальше, что нам нужно? Обязательно нужно расписание. Переходим на следующую вкладку «Расписание». Если надо ежедневно, если вы что-то меняете ежедневно, значит выбирайте ежедневно. Если нет, вы можете выбрать еженедельно, ежемесячно, ежегодно, по таймеру, вручную. Это уже как вам нравится. Я выбираю ежедневно, так как у меня происходит все ежедневно. И здесь указать время. Вот у меня написано, программа сама уже дает время, когда будет первый файл, уже можно будет заархивировать. 16.53. Но это долго. Давайте мы поставим время так, чтобы нам можно было посмотреть пораньше. Не 53, допустим. Ну, я думаю, что минуты через 7 мы уже закончим. Ну, пусть 10 будет. Все. Еще, что можно, это только сжатие. Остальные настройки вам трогать не надо. Сжатие – это если у вас очень большой файл, то его, естественно, лучше сжимать. Потому что у вас будет пространство-то забирать довольно-таки много. Здесь есть 7-zip. И есть просто zip. Каталок. Ставьте 7-zip. Тогда вы сможете его открыть практически и венраром, и 7-zip любым архиватором. Вот здесь цикличность. Можно указать, сколько копий хранить. Давайте укажем, чтобы копий, допустим, было 10. И они потом будут перезаписываться. Кстати, первая копия, она останется первой. Ее трогать не будет программа. Будут копии остальные, которые после нее будут перезаписываться. Я вам покажу потом, как это делается. И все. Остальное можно принять. Все. У нас программа заработает через 10 минут. Так, ну что, попробуем посмотреть, как он будет записывать этот файл. И вот видите, включилось. Пошло копирование. Кстати, хочу вам сразу сказать. Устанавливайте время тогда, когда у вас точно всегда включен компьютер. Именно в это время. Потому что иначе у вас копия не будет создаваться. Все. У нас копия создалась. Давайте посмотрим в тот каталог. Вот написано копирование. Завершено. Давайте посмотрим в тот каталог, в котором у нас эта копия создалась. Итак, мы выбирали графика. Мои фотографии. И вот смотрите. Оно в архиве. Как мы указали 7zip. Давайте откроем архив. Вот архив. И вот эта фотография, которую мы заархивировали. На этом пока все. Ставьте лайк, дизлайк, как вам нравится. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть или узнать. Может у вас какие-то вопросы. Пишите свои вопросы. Пишите все, что вас интересует по компьютерной тематике. На этом пока все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok